Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Мы продолжаем цикл программ, посвященных юбилею Победы. Меня зовут Неса Панченко. Здравствуйте. 2020-й принес нам очень важную награду. Я говорю о присвоении Самаре статуса «Город трудовой доблести». И сейчас большинство населения участвует в общественном обсуждении. Мы выбираем место, где будет установлена стела с памятным знаком. Об этом поговорим сегодня. К нам в студию пришел Петр Кабытов, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета. Добро пожаловать, Петр Серафимович. Добрый день. Я хотела бы спросить вас прежде всего о значении этой награды для города. Значение очень великое, и мы, собственно, давным-давно ожидали этого. Как-то вот получилось так, что после второго Парада Победы, а второй Парад Победы был в 1965 году, спустя 20 лет, началось присвоение городам звания героя. Москва получила город Верой, Минск, Киев, ну, очень много думы. И были установлены памятные знаки у Кремлевской стены, вот где вечный огонь. И это стало знаковым местом для всех жителей, для всего народа Советского Союза, сейчас Российской Федерации. Ну, а затем была акция уже в новейшее время «Города воинской доблести». И вот третья акция – это «Города трудовой доблести». Те города, которые внесли колоссальный вклад в победу над фашистской Германией. Поэтому, конечно, это признание заслуг тех, кто ковал в победу, вот тех женщин, стариков, детей, подростков, ну, и население этих городов, вот, за вклад в победу. И это признание, высокое признание. А у вас есть личное отношение к этой истории? Вот лично для вас эта награда – это что? Для меня эта награда, конечно, я был очень недоволен тем, что, допустим, вот Воронеж получил знак воинской доблести. Хотя там шли колоссальные бои, ожесточенные бои. И Воронеж внес, конечно, колоссальный вклад в победу. Почему я вспомнил Воронеж? Потому что я сам из Воронежской области. Вот я переживаю всегда за тех, кто… за своих земляков, что их не оценили как-то. То есть мне-то хотелось бы большего, допустим. Ну, вот здесь, в Куйбышеве, было очень много людей, связанных с нашей семьей, точнее, с семьей жены. Ее дяди работали на оборонных предприятиях здесь. Мальчишки, им было по 15-17 лет. У станков стояли. Они стояли у станков, они прошли вот эту учебу в ФЗО, в фабричное заводское училище, да. Вот. И, естественно, вот эта ситуация, она была на самом деле сложнейшая в нашем городе. Вот посмотрите, сюда эвакуировано было большое количество заводов. Вот я сейчас вам скажу о том, что, в принципе, здесь был только один военный завод. Это бывший завод Масленникова, трубочный завод, который снабжал артиллерии снарядами, да. Вот. Ну, и в Чапальске был завод взрывчатых веществ. Вот. А помимо этого были два завода. Это Котек, завод имени Тарасова, и Кинап. Вот. Но ситуация сложилась так, что на Безымянском плато уже перед войной создавалась база для будущих заводов. Туда была подведена вода, электричество, вот, коммуникации возможные. Поэтому часть заводов была размещена именно на Безымянке, на станции Безымянка. Вот. Но и здесь ситуация была такая, что первый подшипниковый завод, московский, был размещен в казармах. Вот. Они, к сожалению, сейчас снесены. Это четвертый ГПЗ. Это территория четвертого подшипникового завода. Вот. Ну и, в принципе, из Воронежа был, кстати, эвакуирован авиационный завод. То есть, вот, это все-таки свидетельство таких связей между Воронежем и Самарой. Так что, зря вы на Воронеж обижаетесь. Да. Кстати, они и возникли как крепости в одно и то же время, в 1586 году. Уфа, Самара и Воронеж. Петр Серафимович, а вот смотрите, сейчас кощунственный вопрос задам. Но понятно, что Самара заслужила вот эту награду, город трудовой доблести. Но, по сути, ведь каждый город страны в то время, город, где не шли бои, работал и вносил свой вклад в дело Победы. То есть, по сути, эта награда может быть присвоена каждому городу. Ну, вы тут понимаете, конечно, вы льете елей на сердце. Вот. Действительно, не только каждому городу, но и каждому сему. Да, но заслужили это все-таки, дали это все-таки всего 20 городов. Выделили наиболее значимые. Значимые те, кто внесли самый большой вклад в снабжение армии вооружением. Поглядите. Ну, вот была такая легенда, что якобы Самара Куйбышев выпустила свыше 60 тысяч самолетов Ил-2. На самом деле это где-то около 30 тысяч. Но это тоже очень много. Конечно. Это очень много. Вот. Но вы затронули одну такую интересную тему. И, кстати, я вот считаю, что при определении места установки памятного знака нужно панорамное видение процесса. Это то, о чем вы сказали. Нельзя сводить это к тому, что вот этот знак надо установить, допустим, только на Безымянке. И только там. Я-то считаю, что это знак всему городу, всем жителям тогдашнего Куйбышева. Потому что все они вносили вклад в победу. И в той или иной степени они и работали на Безымянских заводах. Вот смотрите, возможно, кто-то еще не понял, о каком знаке мы говорим. Давайте на всякий случай поясним. Награду мы получили, мы город трудовой доблести. Теперь в Самаре будет установлена стела с памятным знаком, который об этом свидетельствует. И как раз вот в настоящее время решается, где же именно будет установлена эта стела. И в решении этого вопроса предлагается поучаствовать всем жителям региона. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет на эту тему и потом продолжим обсуждение. Куйбышев. Теперь здесь появится памятная стела. Согласно указу президента, проект памятного знака должен быть един для всех 20 городов, получивших почетное звание. Его выберут на конкурсной основе. Сейчас важно определиться с местом, где разместится будущий памятник. Свои идеи высказали больше 12 тысяч горожан. Они предложили около 100 возможных мест. Голосование за место расположения шло на протяжении недели во всех районах администрации города. Предложение самарцев обсудили на совещании в городской администрации. В экспертную комиссию вошли ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Самары и области, историки, архитекторы, представители политических партий и общественники. Должен быть олицетворим с трудовым подвигом нашего города. Они это все делали на безымянке. И даже жители центральной части города ежедневно по 2-3 часа добирались до заводов с помощью существовавшего тогда транспорта. То есть для всех безымянка была символом победы. Хочется отметить, что сегодня те более 100 адресов, которые прозвучали на нашей рабочей группе, они, конечно, все однозначно заслуживают особого внимания. И для того, чтобы принять вот это взвешенное решение, которое бы максимально удовлетворило каждого жителя нашего города, каждого жителя нашей области, мы, конечно, проведем очень широкое обсуждение для того, чтобы каждый голос был учтен. На рабочем совещании пришли к выводу, что территория, где разместится стела, должна быть доступной, чтобы люди могли подходить к монументу. И благоустроенной. И расположенной в месте, которое представляет историческую ценность для Самары. После дополнительных обсуждений экспертная группа определит 15 территорий финалистов, которые выдвинут на общественное голосование. Где разместить мемориал решат сами самарцы. Если вы только что подключились к нам, у нас в студии сегодня Петр Кабытов, профессор, доктор исторических наук, кладезь исторических знаний. И мы сегодня говорим о том, что в настоящее время решается, где же именно в Самаре будет установлена стела с памятным знаком «Город трудовой доблести». Вот сейчас в сюжете уже мы увидели, что достаточно большое количество жителей региона как-то посчитали необходимым внести свой голос в это. А вы ожидали, ну Петр Серафимович как раз в составе рабочей комиссии, который все эти голоса разбирает, изучает и к чему-то вы, наверное, придете. Вы ожидали, что такая активность будет? Да, я ожидал. Вообще, вот последние годы, я думаю, что особенно последние 3-4 года, появилась какая-то новая тенденция. Правда, она и до этого существовала, когда еще главой города был Дмитрий Игоревич Азаров. Дмитрий Игоревич Азаров выносить на общественное обсуждение. Это замечательно, но все-таки я думаю, что вот помимо каких-то сугубо таких личных, я бы даже сказал эгоистичных интересов, нужно думать о будущем. То есть я-то считаю, что вот это место, это святое место для жителей города, и оно фактически означает дань уважения не только тем, кто работал на безымянских заводах, но и всем жителям. Вот здесь было сказано в этом интервью, что это вклад всех жителей города Куйбышева. Понимаете, ситуация какая-то? Вот на обсуждение я сказал, ну, если бы не было Куйбышева, то и не было бы безымянки. Трудно поспорить. С этим невозможно спорить. Вот. И безымянская плата, вот эти заводы, эта промышленная зона, это дело рук в целом всего народа, в том числе народа нашего города. Вот. Вот. Поэтому вы посмотрите, тут ведь множество факторов за то, чтобы вот это место все-таки находилось в центре города. Я назову эти места. Но почему? Потому что город получил статус запасной столицы. Потому что здесь, допустим, вот в центральной части, в исторической части города находился завод Масленникова. Крупнейший завод, на котором работало свыше 30 тысяч рабочих. Здесь возник вот этот вот замечательный завод. К сожалению, он исчез. Четвертый газор. С колес. И сюда приехали жители и Воронежа. Я был знаком с ними. С этими жителями Воронежа, которые были в эвакуации здесь. Часть из них уехала, потом Москвы, так, других городов. Вот. Поэтому сводить это только к промышленной части города, вот, я бы не стал. Вот. Петр Серафимович, как раз хотел опять-таки спровоцировать вас, а вы уже. Получается, что, может быть, не стоило устраивать общественное обсуждение. А есть же градостроители, архитекторы. И, например, принял бы решение какой-то из специалистов. Или все-таки вот здравое зерно в этом есть? Ну, вы знаете, вот, все-таки, когда голос народу не слышен, это очень плохо. Возникает такое внутреннее нерадование, недоверие к власти. Я, изучая проблемы взаимоотношения власти и общества, вот, последние 30 лет, пришел к мнению, что все, что с нами случается, происходит из-за того, что возникает громадная пропасть между властью и обществом. И вследствие этого смута. Смута, которая приводит к тому, что государство исчезает. Появляется недоверие к власти. Вот власть ведет себя так, как медведь в буфете. Все ломает. Вот. Голос общества должен быть услышан. Иногда он воспринимает этот голос общества. Я вот выступал на этой комиссии, вот, со своими предложениями. Но я видел, что большинство все-таки выступает членов комиссии за безымянку. Вот. И мне это как-то вот понравилось в том плане, что мой голос одинокий, но я считаю, что я прав. Почему? Да. Потому что надо думать не сейчас, не о сегодняшней ситуации, а нужно думать на перспективу. Что такое памятный знак? Это мощное идеологическое оружие. Это стало. Конечно. Это воспитание патриотизма. Его должны видеть все, кто въезжает в город. Его должны видеть все, кто живет в городе. Около него должны проводиться мероприятия. Вы имеете в виду, что вот этот район, где все-таки не так часто бывает большая часть населения? Конечно. И в этом месте уже и трамфальная арка, и там отданы честь заводам, там памятные знаки установлены. Вот поэтому я бы вот на самом деле, вы знаете, вот у меня все больше и больше складывается такое убеждение, установил бы, допустим, на соборной площади. Но вы, к сожалению, не знаете, что такое соборная площадь. Ну, почему это я не знаю? Я могу догадаться. Вы догадались уже. Это площадь Куйбышева. Почему собор? Ой, нет, я не догадался. Она называлась соборной. Там был собор. Стоял собор до начала 30-х годов, который взорвали. Из камней, остатков этого собора, возвели вот театр, опера и балета. Вы сказали Безымянка. Вы предлагаете центр, соборную площадь. Ну, не только соборную. Я назову сейчас еще несколько. Я хочу сказать, что вот жители предложили более 100 мест. А какие все-таки наиболее часто еще встречаются, кроме Безымянки и центра? Вот здесь, значит, что? Значит, улица Победы, проспект Ленина и Осипенко. Ну, вы знаете, там памятный знак возведен армейский, да? Да. Фонтан там и так далее. Афганский. Нет, это не афганцы. Нововокзальная. Дальше, аэропортовское шоссе, аэропорт Курумыч. Ну, аэропорт Курумыч, это уж совсем... Если человек приехал ночью, проскочил... Нет, ну, он не имеет никакого отношения к военной эпохе, там было чистое поле. Вот. Дальше, допустим, парк Дружбы Новогарина. Высказывались, да, площадь около музея Алабина. Ну, знаете, когда с Красноармейской на трамвай ездишь, мимо музея Алабина, там площадь есть. Вот. Ну, это тоже тупиковая вещь. Дальше, улица Ленинградская, улица Фрунзе. Ну, может быть. Речной вокзал. Речной вокзал, вы знаете, речной порт он назывался когда-то. Там была ситуация такая, в советские годы, там колоссальное количество туристов было. Пароходов было, тьма. Вот. И грузовые теплоходы были и так далее. То есть это было оживленнейшее место такое. Вот. Но сейчас, я не знаю, я поставил этот знак. Дальше, на набережной Волги, Шкаловский спуск. Вот. Я вот все-таки выступаю за площадь Куйбышева в одном из скверов. Это Вилоновская. Ну, на Вилоновской два сквера. Один там установлен вот этот танцующий балерина, когда идете к театру оперы Бадрата. С другой стороны, памятник Шостаковичу. Вот. А чуть ниже, вот, Павилоновская, там есть свободное место. Ну, я даже думаю, что его можно было бы установить напротив. Памятник Куйбышеву. А окончательный вариант не из стажа, наверное, будем выбирать? Сократиться до стажа? Да, это пять-шесть наиболее знаковых мест. Они еще пока тоже не определяются. Они определяются, да. А как проходит работа вот вашей рабочей группы? Много споров? Ну, вот. Было одно заседание. Вот. И на этом заседании вот было решено все-таки выбрать из этих вот большого количества мест наиболее значимые места. То есть мы, каждый из нас, должны сделать свое видение, показать свое видение. Вот. Дальше, ну, здесь вот указывается склон в мощи славы, ближе к правосоюзам, к дворцу правосоюзам. Ну, это тоже в какой-то степени тупиковое место. Вот. Хорошее место, замечательное место – это железнодорожный вокзал. Изумительное место. Но там очень большие сложности. Там стоит уже памятник «Паровоз». «Паровоз». Там, значит, еще очень много всяких артефактов установлено. И пока еще не ясно, как вообще, что будет с этой площадью, потому что там будет идти линия метрова, судя по всему, или что-то еще. То есть предполагается, видимо, реконструкция этой площади в далеком будущем. А сейчас уже нужно решить эту проблему. Вот. Ну, есть, допустим, и такое знаковое место, мое любимое место. Я вообще обожаю его. Это Старковский сад. Ну, в Старковском саду эту стену увидят только гуляющие. Поэтому... Мне кажется, вот все эти места, которые вы сейчас называли, каждая из этих мест имеет свою историю. Отдельную еще от той темы, о которой мы говорим, да? Ну, свою историю. И, в общем-то, там еще осложняется тем, что вот это место, где будет установлена стела, оно должно быть доступным для людей. Но это не единственный критерий, доступность. Какие еще критерии все-таки вы выработали уже? Ну, там, значит, все-таки речь идет о том, что есть инженерные коммуникации. Вот. И, допустим, устанавливать где-то вот на этих вот кольцах Московского шоссе. Вот, очень сложные, они недоступны. Но главное, мне кажется, это доступность этого, этой стелы и возможность проводить общественные мероприятия. Но я так понимаю, что повлиять на дизайн мы не можем, они будут едины для всех вот этих 20 городов, да? Все-таки, мне кажется, что вот знаки героической доблести, ордена, которыми получил город Куйбышев в годы войны, они должны быть как-то осязаемы. Вот это висчисленный героический труд в орденах представлен. Мы, конечно, не можем развернуть все знамена, которые получили военные производства. Вот. Да, и это очень сложно и не нужно. Вот. Но вот эти советские ордена мы могли бы как-то показать. Но от нас все-таки зависит что-то, то есть мы можем еще... Ну, если на стелле... Мы еще не знаем, как будет выглядеть эта стелла. Да, это, я так понимаю, на российском уровне решается. Это на российском уровне. Но здесь можно что-то придумать. Наши скульпторы, архитекторы могут осуществить какой-то свой дизайн. У меня даже вот возникла какая идея, я как-то озвучил ее на этом заседании. Вот, понимаете, в чем дело? Вот. Может быть, быть и две стеллы, кстати. Одна стелла народная, одна стелла официальная. Ничего себе, Петр Серафимович. Вот в Воронеже я видел знак воинской добрости. Очень интересно. Этот знак установлен на такой пирамиде, которую установил какой-то очень богатый человек на одной из площадей в Воронеже. Ну, наверное, если мы будем устанавливать на каждой площади пастели, тоже это будет немножечко странно. А это нам, у нас это традиция. Допустим, памятники Ленину стояли у всех заводов. Ну, прошлого нет. Как? Прошлое есть. Скажите, есть ли такая информация, все-таки вот за это, каждый за свое место, за участие в этом процессе бьются, все-таки коллективы предприятий, или это просто вообще всех граждан Костулы? Все люди, да, независимый коллектив, каждый может высказать свое обсуждение. Хорошо, я так понимаю, что еще окончательно нет сроков, когда стелла будет установлена в Самаре. Пока нет. Но могут ли сегодня еще жители продолжить это обсуждение, могут еще принять в этом участие? Вполне активные жители должны. Но я призываю к тому, чтобы, когда вы будете голосовать, уважаемые граждане Самары, великой Самары, вы должны думать о будущем, не только о сегодняшнем дне. И вот все-таки надо преодолевать эгоизм. Я и сам эгоист большой. Вы несколько раз лоббировали за время эфира сегодня ваше место и ваше предложение. Ну вот, понимаете, я такой. Когда есть сопротивление, я становлюсь более активным. Так, возвращаясь к будущему, все-таки что вы вкладываете еще раз в это, что надо думать о будущем? О будущем. Вот каждый памятник, на самом деле, он должен работать. Понимаете, есть такое явление, историческая память. Если мы эту историческую память поддерживаем, значит, если в самосознании народа остается, вот память о Великой войне, значит, у нас есть народ, у нас есть государство. Если происходит девальвация исторической памяти, если мы начинаем забывать собственных родителей, отцов, дедов, мы перестаем быть народом, мы становимся потребителями. И вот эта вот вещь, понимаете, вот, когда вот мы как будто живем вот в таком большом мире, да, глобальном мире, и мы должны вот все делать так, как это где-то на Западе или там на Востоке, а мы должны сохранить свою национальную идентичность, свой патриотизм. И внести свой вклад. В частности, вот сейчас на этом этапе, может быть, в общее обсуждение места установки Стелла, да. Спасибо, Петр Серафимович. Тем не менее, мы заканчиваем этот разговор, но место еще не определено, и обсуждение продолжается. 2 июня над Самарой прозвучал салют в честь города доблести и трудовой славы, А впереди нас ждет еще одно важное событие, участие в котором сейчас принимает подавляющее количество жителей региона. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова